В Твери с каждым годом увеличивается количество новостроек. Вместе с ними прибавляется и население. Многие переезжают в новые квартиры с семьями, как правило, с детьми. Однако мест в старых детских садах на всех не хватает. И чтобы решить эту проблему, в областной столице в этом году планируется открыть сразу три новых дошкольных учреждения. Два из них посетил губернатор Игорь Руденя. За визитом наблюдала Наталья Чегет. Детский сад на улице Планерная находится в юности, недалеко от поселка Вагонников и улицы Паши Савельевой. Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест, включая ясельные группы для детей от полутора лет. Главная изюминка нового детского сада – это ориентированность на развитие детского творческого потенциала. Специально для воспитания у детей художественно-эстетического восприятия мира в дошкольном учреждении оборудуют музыкальный зал, изо-студию, а также площадку на улице с мольбертами. Следующая локация, например, графитовая доска, там можно будет рисовать. Вот здесь тоже это можно увидеть. Соответственно, везде у нас есть возможность откидные столики поставить. Сейчас во всех новых детских садах делают жизнерадостные интерьеры в светлых тонах. На улице Склесково детский сад заложили в жилом квартале «Лесная мелодия-2». Между домами 108 и 116, недалеко от микрорайона «Чайка». Здесь будет шесть обычных групп по 25 человек и две ясельные по 20 мест. Всего сад рассчитан на 190 детей. Идем работой по отделочной работе по зданию, подвальное помещение и первый этаж. Второй этаж вкладка будет завершена буквально до конца следующей недели. Мы выходим на парапет. Всего в 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» строится шесть детских дошкольных учреждений. В Твери, помимо учреждений на улице Склесково и Планерное, это детский сад на улице Левитаны на 190 мест. В этот же день губернатор ознакомился с ходом строительства спортивного центра по видам гребли и капитальному ремонту бассейна «Пролетарка». Напомним, что бассейн был закрыт для посещения в 2019 году из-за аварийного состояния. В 2020 разработан проект по капитальному ремонту здания. Здесь отремонтируют балки и покрытия, заменят дверные и оконные блоки, кровлю, обновят входную группу и фасад здания. Кроме того, будет проведен ремонт внутренней отделки самого бассейна – холов, раздевалок, коридоров, лестничных клеток, санкабинок и душевых. Работу планируется завершить в 2022 году. Игорь Руденя поручил внести в проект ряд дополнений, касающихся ремонта инженерных систем объекта. Принято решение по полнейшей реконструкции этого комплекса. Это и зал единоборств, борцовский зал, боксерские залы, это и гимнастический зал. Также будет отремонтирован бассейн полностью. Уже будут использованы элементы и современные технологии восстановления. Ну и, конечно, благоустройство, потому что двор пролетарки – это историческое место. Оно должно радовать граждан и своим функциональностям, и своим видам. Еще одним местным посещением губернатора стала площадка строительства нового мультимедийного парка «Россия. Моя история». Здание возводится на набережной реки Лазури на месте старого троллейбусного парка. Здесь должен быть не просто музей, а современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Сейчас подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе, только в Москве. После посещения Игорь Руденя подчеркнул, что проект Тверской области должен стать образцовым. Подробнее о строительных работах смотрите завтра в вечернем выпуске новостей.